Севастопольское восстание Как откликнулась армия крестьянства на ноябрьскую стачку? Одним из самых крупных военных восстаний было восстание в Севастополе, вспыхнувшее 11 ноября. Память о красном броненосце Потемкин не умерла в Севастополе. Адмирал, главный начальник Черноморского флота Чухнин, жестоко расправился с матросами красного броненосца. Четырех расстрелял, двух повесил, несколько десятков отправил на каторжные работы, даже Потемкина переименовал в Пантелеймона. Этим, однако, он пожары не потушил, а лишь придушил. Во время Великой Октябрьской забастовки матросы и пехотные солдаты участвовали на многочисленных уличных митингах, выступали на них и в качестве ораторов. Матросский оркестр шел во главе демонстрации, играл революционный марш. Военным запретили присутствовать на народных собраниях. Тогда начались военные митинги во дворах флотских экипажей и казармах, куда свободно входили представители рабочей партии. Но скоро стали приходить на митинги солдат массами рабочие. Собирались десятки тысяч. Митинги пришлось перенести на площадь, которая находилась между морскими и пехотными казармами. Офицеры пытались выступать, но опытный оратор из матросов их разбивали в речах и заставляли со срамом бежать. Матросы выражали часто свое нетерпение, просили не митингов, а дела, хотели освободить потемкинцев из плавучей каторжной тюрьмы пруд. Тут же невдалеке плавающего хотели идти в Батун для поддержки кавказского восстания. Но партия сдерживала матросов, подготовляя создание Совета матросских и солдатских депутатов, ожидая крупной политической забастовки пролетариата. Матросы с этим согласились и продолжали ходить на митинги. Начальство, видя это, решило запретить многие митинги вообще. 11 ноября у ворот экипажей с утра была поставлена боевая рота. Один из самых главных морских офицеров Писаревский во всеуслышание обратился к ней «Никого не пропускать из казарм! В случае неповиновения стрелять!» Тогда из роты, которой этот приказ был отдан, вдруг вышел матрос Петров. На глазах у всех зарядил винтовку и одним выстрелом убил подполковника соседнего пехотного полка, другим ранил Писаревского. Офицер немедленно приказал арестовать его. Никто не сдвинулся с места. Петров бросил винтовку и крикнул. «Чего же вы стоите? Берите меня!» Петрова арестовали. Тогда со всех сторон сбежали с матроса и потребовали освобождения Петрова. Офицер, видя, что дело плохо, для виду спросил Петрова. «Петров, ты нечаянно выстрелил!» «Какое нечаянно?» – ответил тот. «Отделился, зарядил, прицелился. Разве это нечаянно?» После этого офицеру пришлось освободить его. Этим восстание началось. Все дежурные офицеры были арестованы, обезоружены. Матросские представители числом до 40 человек заседали всю ночь. Офицеров решили выпустить из-под ареста, но в казарму не пускать. Скоро пришли рабочие. Днем весь порт стал. Прекратили движение железной дороги. Матросы вели себя спокойно, сплоченно, сохраняли полный порядок и дисциплину. Оружие не давали. Вооружили лишь одну роту для охраны. Командиром ее был выбран Петров. Затем под руководством двух ораторов из рабочей партии часть матросов отправилась в соседние казармы Брестского полка. Солдаты не были так сознательны и не вполне охотно, но все же обезоружили офицеров и удалили их из казарм. Несколько офицеров они все же оставили в казарму, что потом сильно сказалось. Солдаты построились в ряды, чтобы вместе с матросами отправиться через весь город к казармам других полков. Матросы, между тем, арестовали коменданта крепости, как раз подъехавшего, и отвезли к себе. Солдаты с музыкой выступили из казарм и вместе с матросами в стройном порядке пошли на площадь, где их ждали масса рабочих со знаменами. Встреча была восторженная. Обнимались, радовались встречи, обещали поддерживать друг друга. Так дошли до казарм Белостокского полка, где устроили огромный митинг. Солдаты Белостокского полка, однако, колебались. Офицерам продолжали подчиняться, но обещали не стрелять. Часть же присоединилась к восставшим. В это время на Потемкине появилось красное знамя. Другие суда не сразу поддержали Потемкина. Но вот всем восстанием начинает управлять депутатская комиссия, в которую вошли представители от всех полков, от семи судов и от рабочей партии. Председатель был партийный, социал-демократ. Комиссия выработала требования. Следила за тем, чтобы офицеры не попадали на суда и в казармы. Брестский полк, как мы видели, не всех офицеров удалил. Это скоро сказалось. Офицеры повели контрреволюционную работу против вольных и жидов, стали спаивать солдат, наконец убедили солдат бежать через проломанную стену в лагере. Правда, к утру солдаты вернулись, но помощи восставшим больше не оказывали. Зато на следующий день пришли саперы в стройном порядке с оружием в руках. Депутации прислали также из крепостной артиллерии, из белостокского полка, из пограничной стражи. Бодрость среди восставших поднялась. Наоборот, начальство увидело, что на местные полки надежда плоха и стало стягивать войска из соседних городов – Симферополя, Одессы, Феодосия. Среди прибывших была поведена успешная революционная агитация. Суда стали присоединяться сначала Очаков, потом Потемкин, Вольный, Заветный и другие. Остальные суда обещали не стрелять. Но вот 13 ноября явился флотский офицер с телеграммой. Царь требует сложить оружие в 24 часа. В ответ на это офицера смеяли и вывели за ворота. Зная, что правительство прибегает в таких случаях к погрому, восставшие снарядили патрули из матросов, охраняли винные лавки во избежание пьянства, вообще поддерживали образцовый порядок. Матросам не хватало одного – знаний. Так, например, им было трудно сноситься с кораблями посредством сигналов. Не было руководителя опытного в военном деле. Вечером того же дня депутатская комиссия пригласила для военного руководства отставного лейтенанта офицера-революционера Шмидта, которого все полюбили за время октябрьских митингов. Он принял предложение и на следующий же день перебрался на крейсер «Очаков», где и остался до последнего момента. Он дал сигнал «Командуя флотом Шмидт». Затем направился к Пруту и без всякого сопротивления со стороны команды освободил всех героев-потемкинцев из каторжной плавучей тюрьмы. Затем вместе с ними он объехал весь флот под громовые крики «Ура!». Ряд судов тотчас же поднял красное знамя. Вслед за этим Шмидт послал царю телеграмму следующего содержания. «Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созова, учредительного собрания перестает повиноваться вашим министрам, командующий флотом гражданин Шмидт». Разумеется, этого было мало. «С царем надо было рвать круче». Из Петербурга прислан был телеграфный приказ «Подавить восстание» и был прислан вместе с тем вместо Чухнина новый адмирал по фамилии Меллер Закамельский. 14-го же числа Петербургский совет рабочих депутатов послал восставшим севастопольцам следующую телеграмму. «Совет рабочих депутатов от имени петербургского пролетариата шлет горячий привет севастопольским солдатам и матросам, решившимся, следуя славному примеру потемкинцев, стать на борьбу за свободу в братском союзе с рабочими. Да будут севастопольские события примером для солдат всей России, как забастовка петербургских рабочих в защиту кронштадтских матросов, примером для рабочих всей России. Тогда союз революционного пролетариата и революционного войска положит конец всем остаткам самодержавия и водворит на развалинах его свободный демократический строй». Царский посланник между тем не дремал. Город и крепость были объявлены на осадном положении. Вся власть перешла к военному командованию, все улицы были заняты войсками. Восставшие надеялись, что все войска откажутся стрелять по своим, а суда присоединятся до одного. Народ массами толпился на берегу, ожидая этого присоединения всех судов к восставшим. На нескольких судах офицеры уже были арестованы и свезены на очаков к Шмидту. Но Шмидту не удалось объехать второй раз весь флот, так как усмирители открыли огонь по очакову. Пальба началась со всех сторон. Стреляли с судов, из орудий крепостной и полевой артиллерии, из пулеметов. Одним из первых залпов была разрушена электрическая машина на очакове. Он успел дать только шесть выстрелов и поднял белый флаг в знак сдачи. Но обстрел не прекращался, пока на нем не поднялся пожар. Потемкин не успел дать ни одного выстрела, как стрельба уже началась. Он также поднял белый флаг. Дольше всех держались матросы в казармах. До последнего патрона они отстреливались. Не спускали красного знамени до шести часов утра, пока войска правительства не заняли казармы. Усмирители безжалостно расправились с побежденными. Спасавшиеся в плавь матросы расстреливались в воде. Подплывшие к берегу тут же приканчивались. Спасались только те, кто попадал к толпе, вновь собравшись на берегу. Шмидт пытался бежать, переодевшись матросом, но был схвачен и впоследствии расстрелян. В марте 1906 года. Всего было арестовано 2000 человек. Так закончилось восстание в Севастополе, которое прогремело не только на всю Россию, но и на весь мир. Все понимали, что это победа царского правительства. Победа только наполовину. Военная буря затихла, революционная нет. Так телеграфировал даже Чухнинг в царское село. Победа царя произошла не из-за того, что матросы изменили революцию, а лишь потому, что они не умели победить, не имели надлежащего руководителя. Мало хотеть победить, надо еще уметь бороться. Это снова обнаружилось на примере Потемкина. Политическая сознательность солдат и матросов еще очень низка, писал Ленин до разгрома севастопольцев. Но важно то, что сознание уже проснулось, что среди солдат началось свое движение, что дух свободы проник в казармы. Когда же стало известно о подавлении севастопольского восстания, Ленин писал, «События в Севастополе говорят о том, что революционный народ неуклонно расширяет свои завоевания, поднимая новых борцов, упражняет свои силы, улучшает организацию и идет вперед. Сознание необходимости свободы продолжает расти, подготовляя новые очаги восстания, новые Кронштадты и новые Севастополи». Так Ленин с одной стороны трезво видел все недостатки революционного движения, с другой стороны неустанно и бодро отзвал в бой массы, не унывая от поражения. Что показало восстание в Севастополе? Оно обнаружило, что вооруженное восстание возможно и необходимо, что с питерской, ноябрьской стачкой рабочих как бы соединилось огромное вооруженное восстание на юге. Севастопольские события вместе с тем показали, что сознание солдат, крестьян, одетых в солдатские матросские шинели, проснулось, но сознательность еще низка, а опыта не хватает. Для победы надо было усилить работу, революционную агитацию, налаживать союз рабочих с армией, с революционным крестьянством, действовать смелее и решительнее. Ноябрьская стачка, однако, всковыхнула не только армию. Не надо забывать, что она была объявлена Питерским Советом рабочих депутатов в тот момент, когда самодержавие перешло в нападение и на крестьянство в ряде губерний, где крестьяне боролись за землю, как указывалось раньше. Ноябрьская стачка преследовала цель сближения не только с крестьянской армией, а и с крестьянством в деревнях и селах. Петербургский Совет бросил клич «Долой военное положение в Польше и по всей России!» Этим самым Совет призывал к борьбе против бесчинств карательных отрядов, которые усмиряли восставших крестьян. Этим самым Совет призывал к созданию союза между пролетариатом и крестьянством для совместной борьбы против общего врага. Крестьянство же в революции 1905 года показало, что оно хочет и может бороться с самодержавием. Ему только не хватало сплоченности, единодушия, сознательности и организованности. Наоборот, всем этим обладал рабочий класс. Задача Куева была повести за собой крестьянство и руководить им в борьбе до победы, в чем не хватало опыта. Посмотрим, однако, как развертывалось в революции 1905 года крестьянское движение.